Души Боги водорятся и памяты дровы. Это стало в России и здесь, в Абхазии, особо почитается. И это выходной день, когда народ молится Царице Небесной и благодарит Царицу Небесную за те благодеяния, которые Матери Божией совершила для русского народа, объединила русский народ. Конечно же, были страшные времена, когда междуусобная брань, не извне приходили враги, а люди враждовали между собой братья. И Царица Небесная Казанская объединила народ российский и утвердила нацию российскую. И, конечно же, много чудес связано с ней, но когда был пожар в Казани, многие даже отошли от веры, и они, многие решили, говорили, что вот, не помогает нам Царица Небесная. Но через этот пожар и возродилась глубокая вера среди русского народа, потому что было явление девочке, и, по-моему, она была слепая эта девочка, и ей было явление, она указала место, где Царица Небесная. И лик Царица Небесная, несмотря на страшный пожар, не был поврежден. И с этого момента начинаются чудеса. Уже пока несли икону в собор, уже двое из слепцов прозрели, и было очень много чудес. И у людей воскресилась вера, воскресилась вера, которая немного угасла. Поэтому и сегодня мы вопрошаем Царицу Небесной Казанской, да Матерь Божия является, как я говорю часто, всем людям, всем народам. Нету места, где нету страны, народа, города, в весе, где не явилась бы Царица Небесная. Царица Небесная является, утешает нас, а мы упорно, конечно же, закостенели в своих грехах, упорно, не можем смело-решительно избавиться от своих грехов. Царство Божие наследует смелые, решительные люди, которые смело-решительно избавляются от своих грехов. Конечно же, Матерь Божия любит всех и приходит ко всем, но Матерь Божия чаще приходит тем, кто чаще говорит ее имя. Поэтому призывайте имя Царицы Небесной, особенно сейчас, в эти сложные дни, в эти тяжелейшие обстоятельства для нашей Родины, для России и Абхазии, которая стала уже единым, единым государством, и мы стали единым народом. Потому что радости России, для нас радости, и, конечно же, горести в России и для нас горести абхазский народ поддерживает Россию и российский народ во всех обстоятельствах, во всех обстоятельствах. И поэтому мы стали едиными. Господь нас объединил через Матерь Божию, и мы должны это сохранить на многие-многие годы. Россия приняла подданство, Абхазия приняла подданство России в 1810 году. Ни на год, ни на два, ни на сто, а навечно. В манифесте написано, что Абхазия вошла владительным княжеством во веки вечные. Поэтому нас никто не разъединял, учитывая, что в годы михолетия советские законы были искусственно созданы, противоречили нашему религиозным убеждениям. И поэтому, как мы были вместе, так и остаемся. Царица Небесная, помогай нам, помогай нам в это сложное время, помогай нашим воинам, помогай нам. Будем просить Царицу Небесную, чтобы она была милостива к нам и помогала бы нам во всех наших делах, житейских и духовных. Всем вам желаю духовного укрепления, духовного возрастания. Желаю, чтобы вы радовались духовно. Поэтому духовная радость, она нематериальная. Радость, она имеет духовные корни, в отличие от счастья. Счастье материальное, а радость, она нематериальная. Она в глубине нашей души. В самых-самых сокровенных ее тайниках находится наша духовная радость, христианская радость, которая нас объединяет. И мы имеем надежду на вечную жизнь. Мир вам, дорогие паломники, и туристы, и паломники, и наши прихожане, дорогие. Всем вам желаю добра, мира и любви. Во имя Отца и Сына Святого Духа, подходите к кресту для ловизания. Вы будете прикладываться к кресту с частицей животворящего креста Господня.